Привет! Эээ, отрибуарно! У аниме это вышло, но видося называется Откуда берутся анимешники? Ну, почему-то я предполагаю, что оттуда же откуда и все остальные люди. Хотя, наверное, у аниме это есть по этому поводу какие-то другие размышления и... Ну, короче, мне интересно будет это узнать. Правда, прежде чем начать смотреть видося, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на трубу и на группу вконтакте, ссылочки все будут в описании. Теперь погнали посмотрим ролик, уверен, будет офигенно, как обычно. Поехали! Шиза в моей голове никуда не делась ��ки� и продолжает прогрессировать, геометрической прокрессией. Ну, судя по опросам мтг, вам это нравится, поэтому сегодня мы вbreng А, подожди, а чё там было? Прогрессировать, геометрической прогрессии enzyнаком... А переозвучка обзорчики, пересказики, микро- обзорчики на много аниме... Моё шиза, Это типо как видосы про армию, про боёв, обзора Лалей и Трапов. Не, конечно, прикольно, но, я хочу переозвучку. Можно переозвучку? Пожалуйста, следующим роликом, обязательно, я очень хочу По опросам мтг, вам это нравится. Как вообще к нему это такая идея в голову вообще пришла? Как им стать? Но для начала, что такое анимешник? И знаете, я бы вам с радостью рассказал, если бы сам был в курсе, но... Так ты же анимешник, ты же должен быть в курсе, нет? В этом никто ничего не знает, поэтому мы можем только догадываться и строить теории на этот счет. Я вот, например, не могу точно сказать, кого можно назвать анимешникам. Ха-ха-ха, луфа. Ой, луф, блин, это какой он, наци. Анимешникам, а кого нет? Если я посмотрел одну серию берсерков, можно ли уже сказать, что я анимешник? Наверное, все-таки нет. А папе что-то поставил, потому что он посмотрел берсерков все, да? Я теперь вообще не человек, а некое незримое существо. А если я совершенно случайно в интернете залив на картинки с персонажами Джожа, считаюсь ли я анимешник? Наверное, вряд ли. Или я уже сродни богу? Анимешник это тот, кто посмотрел одну, две серии аниме или сто сезонов Наруто? Вот, скорее всего, сто сезонов Наруто, правда, стольки нет. Это уже, наверное, сверх анимешник какой-то пойдет. А может, я не хочу быть анимешником, мне просто нравится смотреть японские мультики? Ха-ха-ха-ха-ха. Я буду смотреть мультики японские, но анимешником я не буду. Отстаньте от меня, не навешивайте на меня ярлыки. К какому классу или под классу меня отнести? Просто анимешник это тот, кто кричит всем об этом. Ну, сами понимаете, что это стандартная стереотипная тема. Определенная карта, которая на повседневе носит на... Я не анимешник сразу, но я просто аниме в последнее время не смотрю. Себе клоунские наряды из какого-нибудь задрепенного аниме, которое никто никогда не смотрел. Это кто это, например? Я просто таких, наоборот, не видел. Я обычно... Наряды одевают по популярным аниме. Бегут кичатся тем, что они переродившиеся из другого мира демонов демоны приема. Ахахахаха. Иссякает. И дальше по списку. Видите, очень много вопросов, а ответов нет. Ну знаешь что, анимешник ты или нет, тебе в любом случае понравится геншин импакт. О, рекламка, давайте мы сняли. Это неплохая, кстати, была подводка. Пахналь, а бараном это анимешником? Это нормально или не присо... Да, я не знаю, наверное, нормально. Ну типа фут и анимешник, иди отсюда. А я фут, а это анимешник я или нет. Ты опять ты весил на меня ярлык, и я являюсь. Мне просто нравится смотреть аниме. Почему это вообще должно кого-то колыхать? И с каких пор слово анимешник теперь больше походит на обзывательство? Я не хочу мириться. Вообще-то, по-моему, это было как раз таки с давних пор. Еще с 2000-х годов, как старик сказал. Вот тогда это было прям за шкваром смотреть аниме, а сейчас, да мне кажется, все пофигу. Поэтому давайте разберемся. Ответ точно не будет лежать где-то наверхах. Безусловно, нужно копнуть глубже к истокам, только там мы доберемся до истины. Итак, немного философии. Я сомневаюсь, что там такое было. Что появилось раньше? Яйцо или курица? Аниме. Анимешник или аниме? Я тут предвижу, что... Наверное, все-таки аниме. Некоторые эксперты скажут, что это очевидно. Конечно же, первым было аниме, но вы не видите суть или не хотите видеть. Это что, сначала появился анимешник, а потом уже сделал он аниме, а все остальные стали анимешниками? Вот она прямо у вас перед носом, но нет. Снимите свои розовые очки и посмотрите, наконец, на реальность. Или я открою вам глаза сам. Тут все проще, чем кажется, и вопрос назревает сам собой. Как человек, создавший аниме, мог быть не анимешником? Кстати, я вот об этом тоже задумался. А как? Ответа нет. Мы копаем и закатываем сами. По-моему, это слишком это... Глубоко копаешь, Рил. Ведь на словах все просто, а на деле все больше и больше загадок. Потому что откуда тогда появился первый анимешник? Его кто-то укусил? Радиоактивная мулька с вот этим зубиком. Инопланетяне прилетели и показали первый сезон Коносубы. Нифига себе, из будущего. Это эволюция сделала свое дело. Если рассматривать первый вариант, что тогда анимешник, это получается какая-то болезнь, значит, ей можно заразиться. Смотрю, у него мяч на голове. Это как вирус. Паразит, который живет в тебе, неволе-неволе ты ходишь и распространяешь его на других людей. Я сейчас сделаю анимешник. Это как минимум объясняет то, почему анимешники плодятся с такой голосальной скоростью. Ну да, что-то их как-то реально много. Только непонятно, как вирус передается. Воздушно как... Как корону. Фига себе. О, нет, надеюсь. Как понять, что человек уже болен. Жопу закрой. Наверное, у вас тоже был такой случай, когда какой-то рандомный чел предлагал посмотреть вам что-то. Знаете, так нативно, не выдавая себя, мол... Да, да, часто. Смотрите, трать смерти, она всем заходит. Объективно, он заражен и переследует цель сделать вас таким же. Скорее всего, да. Вот она, первая более-менее адекватная зацепка. Фига, слабо. Хоть что-то в этом море неведене. Но я спешу вас расстроить, потому что придерживаюсь этой теории, и получается, что анимешники заразны, и их надо лечить. Ведь это болезнь. А по мне это... Нет, мне кажется, это болезнь, которая, ну, лечить не получится. Полная залупа, и я в такое не верю. Даже не собираюсь ничего доказывать. Мы просто эту теорию вычеркиваем. Хорошо, согласен. Объявляем нелегитимный. Что дальше? Давай. По другим доктринам происхождения анимешника. Ну, смотрите. Каждый из вас по-любому слышал такое выражение, как О боже, да я подсел на аниме. Меня подсадили на аниме. Да-да-да, я, наверное, это такое слышал. Я подсадил на аниме. Нет, такого я тоже не слышал. А подсаживают у нас на что? Правильно. На вещества запрещенные. Получается, что это... Аниме запрещенное вещество? Или вот это вот все дурь? Анимешники, это наварики? Я даже не могу представить. Паш технику показал. Согласен полностью. Ну-ка. Я глубоко копаю, но в дебри я не полезу. Ой, шесть, какая криповая херня. Прикиньте, да, есть такая инопланетная цивилизация, которая всегда, постоянно снимает аниме, только смотрит аниме. Ничего, кроме аниме, жрет только аниме. Короче, только аниме. У них вся жизнь это аниме. А может, это такой способ поработить человечество? Через аниме? Их оружие. Да, это займет время, но в итоге тактика-то действующая. Ну, не знаю. Вот, суки, я-то думаю, почему мне так нравится? Да, девушка, чего ты? Это аниме сложное ради этого. Чтобы тебе все нравилось. Ну, это 100% аниме есть. Выходит, первые создатели аниме не люди, а совершенно другая инопланетная раса. От нас это скрывали, но я сломил их тайный заговор, и теперь все просочилось в людях. Доказательства, это все равно тебя нет, это все равно только теория. Это очень складно, и все бы ничего, если бы не было моими домыслами. А так, наиболее правдивый и вероятный вариант, это, конечно же, путь долгой и тщательной эволюции. Сказание гласит, что был некий человек Икс, который отказался жить по примитивным законам тогдашнего СОВЬЕ. Это что, это Чарльз Ка... САКСАКСАКСАКСАКСАКСАКСАКСАКСАВЬЕ! И начал прогрессировать, эволюционировать, и как бы то ни было доминировать над низшей формой жизни. Так и появился первый сверхчеловек, провозгласивший себя анимешником. И с этим я, пожалуй, собираюсь... И кто он был первым? Анимешники и правда чувствуют себя по жизни стабильнее, а не так, как обычные люди. Это проявляется абсолютно во всех сверх... Ну да, стабильно выходит аниме по миллиону в каждом сезоне. ...вы деятельности, но сейчас не об этом. Из этой теории можно вынести на рассмотрение один интересный факт, что Человек-Икс был единственным, кто перешагнул порог эволюции. Тогда откуда, спрашиваются все эти... Анимешники повылазили? Анимешники рождаются. Ну да. Анимешники рождаются, ну да. Анимешники рождаются, ну да. Но не спешите радоваться, а в этой теории сразу же влазит очевидная нестыковка. Если я анимешник, то почему-то мой батя не хочет смотреть со мной фэритейл. Да, кстати, это очень странно. А потому что ты-то родился с анимешником, а у нет? Что, не из этих? Не из анимешников? Или это вообще не мой батя? Сука, я что-то приемный? Нет, не может быть, скорее всего. Нет, ты просто как маг в семье Магу. Нормально все. Не-не-не, все правильно. Анимешники-то да, откуда берутся? Ого-го, в рот мне ноги. Типа посмотрел три сотни тайтлов, и теперь ты анимешник? Нет, это не так работает. Нет, это так работает. Накидал на бошку туалетные бумаги, заказал костюм и пошел косплеить? Нет, точно не то. Тогда как? Поверь, когда станешь анимешником, ты поймешь это чувство. Ну, я еще пока не понял, поэтому я анимешник. Суточного ответа у меня сейчас нет. Извините. Возможно, он есть у вас, поэтому пишите свои теории сюда в комменты, или поддерживайте мои, какая вам там больше понравилась. Последняя шикарная. А знаете, мы сделаем еще круче. Специально, чтобы продискутировать на эту тему более обширно, я забыл пост с телегой, на которую ты должен был уже давно подписаться. Может, там мы что и выясним. Давайте накидаем на видос 50ка лайков, чтобы моя шиза продолжала прогрессировать с еще большей скоростью, и такие видосы выходили чаще. Видос, как обычно, офигенный получился аниме. А, души поржал, а, души немножко кринжан... Не, ладно, не кринжанул. Но... Что, откуда берутся анимешники? Это очень странная, реальная тема. В любом случае, им я зашло. А если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий, не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр. Пока!